снимать влог в путешествии это конечно да наверное интересно снимать про свою обычную жизнь интереснее намного я приветствую вас в пост отпускном влоге где я буду показывать нашу обычную жизнь как мы работаем общаемся строим свою жизнь и просто любим друг друга эта жизнь этот мир и я только что после сначала восьмичасового перелета и до этого еще пяти часового перелета поэтому я очень хочу спать мы забрали майка с чистым днем что пришает и поедем домой разбирать чемоданы спать а завтра начнется наш обычный день об этом идет мой муж со всеми вещами майка жду этот взгляд он потерял и переживал и скулил первый человек который записывает влог сразу слепые лета собственно хорошо доходу просто пару часиков еще в туманном состоянии с вот такой огромной головой мы сейчас пойдем за продуктами потому что у нас пустой холодильник вот прям пустой ничего там не найти я не ела со вчерашнего московского вечера я не знаю сколько это уже часов разумеется сразу надеюсь все новое новые кроссовки брюки не новый футболка не новая очки не новая все не новая не новая а вот сумочка а сумочка так на контрасте счастья на на продукты что иногда просто заходит до смешного такой что смысле почему у нас тоже очень красивый город красивый закат и сегодня такая погода недушная для лета в что очень хочется ее поездить вообще у нас вкусная точка которая открывается наверное лучше не приходить вообще в всяких вот очередях но это пакет с вещами либо нереализованными либо мало бракованными либо остатки с производства маленьких размеров или образцы которые мы отдаем такие штуки и спроска в ростях может где-то еще можно провести и сложить свои пищи стоит да ну это но ну как ну и и с момента записи моё первое видео прошло 2-ти Два дня, два рабочих дня я не снимала ничего, вообще ничего, потому что рабочий ритм меня очень затянул, я не высыпалась, просыпалась очень рано, в 4 утра, соответственно, в обед мне уже не было сил, плюс какая-то спешка и суета, и как-то было не доведено. Но я беру себя в руки, и наш лоб продолжается. А точнее начинается. Раньше мне вечером разгружало рисование, но вернувшись, я еще ни разу этого не делала, сейчас меня разгружают, готовка, и вот уже третий вечер подряд я готовлю какие-то вкусности, салаты и что-то очень хорошее, качественное, горячее. Сама на ужин горячее не ем, как-то не хочется, но... Но при этом каким-то образом сюда попадает милкивей, не есть горячее, но есть милкивей, чего нет. Кайфую от всех этих штучек, и так мечтаю, чтобы их было много, и у меня была своя, потрясающая, уютная кухня, а пока какие-то такие мини-корнеры с уютностями мечтаю. У нас давно есть такая традиция, сначала мы на ютубе смотрим видео про какую-то страну, а потом магическим образом отправляемся туда. Сейчас решили посмотреть про Грузию. Съемочный день, рабочий день. Ну что, новая зависимость? Долго сопротивлялась, чтобы его не смотреть, но в итоге думаю, ладно. И он мне даже очень понравился, как и всем, разумеется. Очень легкий, но при этом со смыслом. Из планов на вечер разобрать все это шматье, время 10 часов вечера. Просто по приезде еще их не перебирала, мне комфортнее, когда тут порядок. Видите, пустые вешалки какие-то есть, короче, нужно все прибрать. Это до. Без помощника не обойтись, конечно же. Ну что, готова делиться результатом в целом? Мой Релл выглядит так. Здесь только вещи по сезону, то есть те, что я вам ношу. Единственное, вот этот кардиган совсем почти летом не использую, но иногда бывает прохладно. Плюс еще ворую вещи иногда у мужа. Кстати, про его вещи можете заметить, насколько их больше. Просто значительно больше. И здесь тоже прибралась, развесила все более-менее гармонично. И тут можно тоже определить, что и у Дани у меня есть какая-то своя палитра. Здесь такие бежево-оливковые оттенки, совсем немного черно-синих. И вот такой терракотовый. Что касается меня, вот до этой части бело-бежевая. Дальше немного джинсы. С джинсами надо поработать, их точно нужно обновить. И совсем немножко черных. В последнее время прям не люблю черный. Считаю своим долгом рассказать вам про мой новый дезодорант. Он замечательный. Взяла мини-версию для того, чтобы перед тем, как полный покупать, все-таки попробовать за 25 миллилитров. Восхитительный. Несмотря на то, что я шариковый не люблю, этот потрясающий. А про большой пишут, что у него очень маленький расход, и он очень комфортный. А этот фаворит. Вода с огурцом. Я поставила на кухне чайничек. Залила его холодной водой фильтрованной. Кинула туда нарезанный вот так огурчик и мяту. Он постоял минут 30. Чайничек. И это очень вкусная вода. Намного вкуснее, чем с лимоном. И что-то новенькое, более освежащий. И приятный вкус. Поэтому попробуйте обязательно. Вам болеет, я уверена. Когда еще можно поехать? В субботу, летом? Конечно, на пикник. Когда нет курточки, берем в лед. Что? Когда мы снова оказались на этой локации, когда я уже делала свою вечернюю рутину и готовлюсь ко сну, первый крем, который повторился у меня, и раз это полубьюти-влог получился, крем Дарлинг, по-моему. Он у них всего один улажняющий, шикарный. У него классный расход, классная цена. Офигенный эффект. Он очень легкий, нежирный, комфортный. И хорошо справляется со своей миссией. Ну, я как-то поймала себя на мысли, что стало плохо спать. Не знаю, с чем это связано. Я очень тяжело засыпаю. И очень поздно просыпаюсь. Например, даже если ложусь в 12 час ночи, засыпаю я где-то в 3-4. А просыпаюсь вот сегодня, например, около 12. И это ужасно. Это неудобно начинать свой день. Все планы сбиваются. Состояние весь день разбито. День какой-то короткий. Когда засыпаешь, тревожно себя чувствуешь. И я пока не знаю, в чем причины. Мы вроде только вернулись. И уже шестой день. Как мы сменили часовые пояса. Ну, возможно, у вас было такое. Я буду признательна, если вы поделитесь, как проживали этот опыт, как это все проходило. Потому что здоровый сон. Теперь я понимаю, почему это важно. Почему здоровый сон влияет на настроение и вообще на весь следующий день. У нас невероятно красивый, как мне кажется, новые наволочки, которые мы привезли из Турции. Купили их в Айкике. Ну, невероятно. Они еще классно засчитаются с этим и киевским комплектом и с Майком в целом. Как вам? Обычно меня вырубают после того, как я зачитываюсь какой-нибудь увлекательной книгой уже в конце дня, после тяжелого такого насыщенного и рабочего. Но когда я только ложусь, сон куда-то исчезает. Вообще, как будто бы его не было. Почему так происходит? Про книги, кстати, которые сейчас в моей жизни. Первая книга, я дочитала ее позапрошлой ночью. И она для тех, кто очень любит книги по саморазвитию, но уже давно все прочитал. Это от издательства Unicorn Book. Но, возможно, она есть в оригинальной какой-то обложке. Не в таком формате, но мне просто нравится эта серия. Я фанат. Так вот, написано на наш русский менталитет. Узнай из себя индейство. Это все правда. 10 из 10 можно было бы 100 поставить. Поставила бы 100. Ну и ставлю 100. А это вторая книга про корпоративную культуру. Старбакс. Невероятная. Очень мне откликается. Несмотря на то, что сейчас у компании дела плохи. Но, в целом, книга от этого хуже не становится. Можно для себя что-то подцепить. И еще факт о нас. Мы с Данилом вместо закладок в книгах используем деньги, которые остаются у нас после путешествий. Будет здорово, если вы напишите в комментариях, какую книгу вы сейчас читаете. Про что она, если это художественная литература. Почему вы любите ее читать. Как вам произведение, которым вы сейчас увлекаетесь. И если это что-то из научной литературы, или бизнес-литературы, или психологии. Тоже делитесь. Буду очень признательна. У Майка тоже какие-то проблемы со сном. Он постоянно спит. Почему постоянно приходит на кровать, выбирает себе подушку. И спит, как будто он никогда в Жене не спал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok